Замена кровли возможна при любой погоде. С таким правилом проведения капитального ремонта в корне не согласны жильцы домов, крыши которых строители раскрыли еще летом. Три с лишним месяца владельцы квартир на верхних этажах живут с ведрами на готове на случай осадков и вынуждены бороться с плесенью на потолке и стенах из-за постоянной влажности. Но претензии подрядчикам предъявить не могут, так как срок выполнения работы по программе капремонта еще не истек. Подробнее в сюжете. Тепло и влажно. Идеальные условия для появления и распространения плесени в своем доме Галина Челмайкина создавала не сама и не специально. Отопление в двухэтажке по адресу Кирова 117 дали в октябре. Топит квартиру с августа. От дождей, а теперь уже от снега, крыша не защищает, потому что кровли нет. Четвертый месяц идет капитальный ремонт. Прям махом разобрали полкрыши, начали ремонтировать. Но мы думали, что за месяц управятся. Потом все, работы все остановились. На днях прям, получается, перекрыли только баннерами. Затяжной ремонт крыши подрядчик компания «Водомер» не в первый раз объясняет дефицитом стройматериалов на рынке лесозаготовок. Но в середине сентября, когда наша съемочная группа приезжала в этот квартал на Кирово, и доски, и шифер лежали во дворе. На месте они и сейчас. В Магнитогорском отделе регионального оператора капремонта заверяют – ситуация контролируется. Согласен, темпы работы не очень высокие. Но в любом случае, в рамках договора подрядчик обязан их закончить. Работы по договору должны закончиться до 15 декабря нынешнего года. До этой даты жильцам нужно обратиться в управляющую компанию и оценить ущерб имуществу, полученный вследствие проведения капитального ремонта. Возмещать убытки будет подрядчик. Если у людей действительно идет какая-то плесень, либо косметический ремонт за наш счет, всех этих недочетов, всех этих материальных ущербов, которые мы доставили людям, либо материальная компенсация и житель делает сам на его усмотрение. Пока ущерб не будет возмещен, специалисты регионального оператора советуют жильцам не подписывать акт приемки дома после капитального ремонта.